Давайте посмотрим, как настроить такую информативную визуализацию треков, чтобы качественно проконтролировать скоростной режим обработки. Для этого надо перейти в панель треки. Мы видим, что по объекту настроена информативная шкала градации скоростей, состоящая из 9 диапазонов. Этой градации вполне достаточно для того, чтобы детально проконтролировать скоростные режимы обработки. Как настроить эту шкалу? Следует перейти в свойства объекта. На вкладке «Дополнительно», поставив флажок, выставив флажок в блоке «Цвет трека по скорости», ввести вот такую текстовую строку. Эта текстовая строка состоит из параметров градации скорости и соответствия им цветовой раскраски. После того, как строка введена, мы нажимаем кнопку «Применить» и скорости объекта визуально будут проконтролированы и разложены по диапазонам, которые мы ввели. Построив треки за определенный период, мы получаем визуальную картину скоростной обработки некоторых участков. Что можно сказать по этим трекам? Что вот этот участок обрабатывался более спокойно и скорость попадает, судя по шкале и цвету, в диапазон от 9 до 11 км в час. Это можно увидеть и во всплывающем окне при наведении мыши на точке обработки, на трек. А вот этот участок был обработан в более быстром режиме. Основная площадь была обработана со скоростью в диапазоне от 12 до 14 км в час. Мы в этом убеждаемся, наведя курсор мыши на точке с салатовой заливкой трека. Чтобы построить трек, надо задать объект, выбрать режим по скорости. В этом режиме сразу же будет использована та шкала, которую мы настроили. Можно выбрать толщину линии отрисовки. Наиболее удобная я для себя считаю 2 пикселя. Дальше задать временной диапазон, в данном случае от 2 по 8 августа текущего года. И построить трек. Вот у нас такой трек получился по обработке двух участков. И подъезду к этим участкам. Двойной щелчок мыши позволяет увеличивать нам и детализировать. Визуально контролируя скоростные режимы и качество обработки этих участков.